Всем привет, с вами Лискейт, и сегодня у нас очередное полезное видео по миру Аркейдж. И у нас сегодня крафт сета сорокового уровня. Очень важный такой, скажем так, сет, потому что это единственный сет, который вы крафтите стабильно, дальше у вас уже начинается рандом. Как вы знаете, сеты сорок четвертого уровня распечатываются, и у вас есть шанс получить определенную, скажем так, нет, вы получаете свой же сет, но с разными эффектами. Поэтому зачастую вам придется обмениваться или крафтить очень-очень много сетов. Значит, как посмотреть, жмете на клавиатуре английскую букву O, заходите, открываете кожебничество, и здесь вам, в принципе, все показано. Мы будем крафтить сегодня с вами проклепанный сет. Насколько у меня хватит призм? Призм у меня пока 8, самый сложный, самый дорогой, наверное, во всем сете, это именно лунные призмы, призмы лунного Акьюма. На аукционе, на сервере Мелиссару у нас сейчас цена за одну призму около 9 голды. Ну, вы сами понимаете, это очень много. Так, ну, как видите, сыромятную кожу я здесь насобирал, ее полно. Слабый дубильный раствор покупается у НПСа. Это переделывается из обычных шкур. А мы сейчас будем создавать очищенный лакировочный состав. Для него нужно было вырастить арахис, нужно было вырастить пшеницу, получить критовый рис, так называемый длиннозерный рис. Он тоже стоит довольно дорого на аукционе. Ну, как дорого. За одну такую рисинку вам придется отдать примерно голд и 20 серебряных. А вот это выращивается на морской ферме, но на аукционе стоит не очень дорого. Так, для этого нам понадобится алхимический стол. И создания мне как раз хватает на три лакировочных состава. Сейчас мы их будем с вами создавать. После того, как мы создадим, мы с вами побежим уже крафтить сет. Ну, что в принципе сказать. Да, вот единственная загвоздка это именно в призмах. Очень дорого стоит. И, как бы, понимаете, вот все деньги тратят на них сейчас. И так здесь проблемы. Приходились докупать вот эти вот рис, кораллы. Все суммарно выходит нехило. И это, скажем так, не совсем радует. Ну, давай теперь проверим, все ли я подготовил. Проклепанная куртка. Видим, все, мне на нее хватает. Еще я буду делать сразу проклепанные поножи. На них тоже мне хватает. Сейчас, значит, этим и займемся. Итак, ну вот мы наконец-то добрались до нашего гильдийного дома. И в нем стоят как раз-таки те манекены, которые позволяют нам скрафтить уже сеты выше 34 уровня. Скрафтим проклепанную кожаную куртку. Ну, шанс маленький, конечно же. Получить синий доспех это большая удача. И есть синий доспех. Отлично. Итак, продолжаем крафт. И давайте сейчас мы с вами скрафтим поножи. Ну, навряд ли нам повезет уже два раза. И так повезло. Так, поножи, поножи снимаем. И крафтим. Крафтим, крафтим, крафтим. Чуфыр, чуфыр, чуфыр. Колдуем, колдуем. И зеленка. Но ничего. Тоже неплохо. По виду, кстати, блин, какие-то убогие. Опять в очередной раз они получаются. Не знаю. Так, шлем давайте. Так, так, так. Проклепанный шлем. Где он, где он? Что-то я его никак не найду. Вот он. Проклепанный кожаный шлем. Снимаем наш. Жмем крафтить. Ну, это так уже большая удача. В принципе, синяя шмотка еще одна. Я считаю, это довольно хороший результат. При моем уровне кожанничества. Я не знаю, влияет он или нет. Вот действительно, смотришь различные гайды, и информация очень сильно расходится. Так вот, у меня кончился. Мой бу-бу-бу очищенный лакировочный состав. Создаем. Я закупил, как вы уже заметили. Немножко больше решил скрафтить. Раз уж сразу сюда побежал. Сразу себе изменить немного свой сет в лучшую сторону. Потратил большую часть денег, как всегда, конечно же, на самый дорогой ресурс, на призмы. Сейчас быстренько скрафчу себе алхимические вот эти вот составы. Делаются они на столе алхимика. Здесь он тоже есть. Так, и продолжим. Осталось у меня три призмы. Значит, мы можем скрафтить с вами либо перчатки или сапоги, и, например, пояс. Давайте, где-где-где-где? Где проклепанный пояс? Вот он здесь. У меня был пояс уже синий. Вот он. Он у меня уже критовал. И поэтому синим он и должен оставаться. Плюс есть, конечно же, нереальный маленький шанс, что он кританет в другой цвет. Но он не критует, и мы получаем тот же результат. Синий пояс. Что, в принципе, на мой взгляд, хорошо. Так, и остается у нас две призмы. И на них мы сейчас с вами сделаем перчаточки. Проклепанные кожаные перчатки нам нужны. Проклепанные кожаные перчатки. Вот они. Так, снимаем наши перчатки. И создаем перчатки. Чуфыр, чуфыр. И голдуем на зеленка. Не везет. Ну, все-таки я решил доделать сет до конца. Раз уж прибежал, потратил, ну, как вы видите, все свои деньги. Осталось у меня три голды. Ну, да и ладно, сделаю уже сет. Да и не буду беспокоиться. Долго в нем еще бегать, я думаю, придется. Потому что на сет 44-го, ну, с ресурсами точно у меня очень большая напряга будет. Там нужно около 35 призм. Как вы понимаете, 35 призм лунного акиума. Это примерно будет 350 голды. Это уже будет очень сложно. Учитывая, что вы еще получаете рандомно при распечатке что-либо, будет вообще, естественно, очень тяжело. Ну, смотрите, мне везет. Я получаю еще одну синюю шмотку. Ну что ж, закончил я крафт сета. Вот, посмотрите, как выглядит 40-й сет. Получилось у меня довольно неплохой результат. Синяя куртка, синий пояс, синий перчаток, точнее, синий наручи, синие ботинки, зеленые поножи. Плащик у меня был уже синий. И зеленый шлем и зеленые перчатки. Ну, в принципе, неплохой такой. Вышло при раскачке не таком высоком мастерства. 380 у меня всего лишь. Ну, как говорится, рандом есть рандом. Ну что ж, если у вас есть вопросы по крафту сета, задавайте их. В принципе, все довольно просто. Набираете ресурсы, нажимаете букву O в английском на клавиатуре, смотрите, что вам нужно для производства. Все очень хорошо реализовано. Вы можете просто переходить на каждый ресурс и смотреть, что вам для этого нужно. Например, вы переходите, и здесь вам показано, вам нужен арахис или там рис. Все очень удобно сделано. Докупаете что-либо на аукционе, либо выращиваете на ферме, просите у сокланов. Ну, и потом вам нужен уже будет станок специальный, который стоит только в домах. Только на нем можно крафтить вещи выше. 34 уровня получается крафтить вещи 40 уровня. Ну что ж, с вами был Рискейт. Спасибо за внимание. Ставьте лайк. И до новых встреч.